С закрытием Турции и Египта желающих поехать за границу на Южном Урале почти не осталось. На смену этим странам остались Таиланд, Индия и Вьетнам. Однако загрузка самолетов сейчас не оправдывает ожиданий туроператоров. С уменьшением числа международных рейсов растет количество внутрироссийских. Турагенты ожидают наплыва отдыхающих в Крым, Москву и Санкт-Петербург. А вот в Челябинской области пока отдыхают в основном сами южноуральцы. Чтобы привлечь туристов из других регионов, область планирует потратить около миллиарда рублей. Деньги пойдут на создание инфраструктуры в девяти исторических и природных объектах. Они включены в проект Синегории, который проходит защиту на федеральном уровне. Горные лыжи и так далее. Туризм как таковой. Это туристические базы, возможность организации походов. Здесь очень хорошо мы поработали с Таганаем. Исторический, познавательный туризм. Это Златоуст в основном, Златоустская гравюра, оружейный парк. Там, значит, один из объектов. В южноуральский туристический кластер вошли 8 районов и городов. От Аши до Челябинска. А также горно-лыжные трассы, национальные парки, холодное оружие и старые заводы. Проект Синегория предварительно уже защитили в Москве. Он набрал 88 баллов из 100 возможных. И занял пятое место среди российских регионов. Весной по каждому из объектов предстоит представить Ростуризму проектную документацию. А в ноябре защитить конкретные суммы финансирования. Предварительно оговаривается, что общая сумма составит 1 миллиард рублей. На них можно будет провести дороги к турбазам и обеспечить их электричеством, водой и газом. Параллельно маркетологи ищут способы, как предложить туристам сложный и уникальный уральский продукт. Когда совмещается сразу несколько направлений. Лыжи, походы и экскурсии в старые города. Редактор субтитров А.Семкин